С миром. Мир всем. С миром. С мир всем. Мир. Андрей Рогачевский. Один глаз-то торчит, интересно, один глаз с угла. Продолжение следует. Исполняй сокровища благих, и жизнеподателю прииди и вселися вны, и очистины от всяких скверных, и спаси ваше души наши. Господи, благослови наше занятие. Не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви и согласии, не на мысли и по слову твоему. Хвала тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжаем толкованием. Разумея под женою церковь, мы видим здесь, как дьявол препятствует духовному рождению чад церкви. Пожрать, как и в первом послании Петра 5.8, означает нравственно развратить и духовно погубить. Свою работу над погублением возрождаемой в церкви души лукавый начинает достаточно рано. Еще только надлежит родиться в человеке духовному младенцу, а он уже стоит и ждет. Человек идет ко Христу, церковь уже готова родить человека для вечной жизни, а сатана, не сумев предотвратить духовное рождение, уже стоит и ждет, чтобы сразу же изначально погубить еще неокрепшего младенца. Потому апостол и печалился. Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою, но боюсь, чтобы как змей хитростью своею пролистил Еву, так и вашу вы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Второе послание Коринфянам, 11 глава 2-3 стихи. Христос вышел из крещальных вод Иордана, и тут же началось сорокадневное искушение его сатаной. Так бывает и у христиан. У веры человек покается, родится в водах крещения, и часто сразу же начинается искушение. Бывает даже, что буквально сорок дней длится такое искушение. Или такое явление. Родители несут крестить дитя. Спрашиваешь. Почему решили крестить младенца? Отвечают. Иначе бабка не согласится лечить, заговаривая. Вот он, змей, ожидающий, когда родится младенец, чтобы сразу его пожрать. Только родится душа для вечности, и сразу несут ее к прескверному, и, излечив тело, оскверняют душу нечистой силой. Вопросы? Ну вот на что у меня обратилось внимание в данном толковании, за то, что дьявол хочет погубить именно душу. А я всегда считал, что дьявол есть человека-убийца, и ему главное человека убить не духовно, а телесно. А здесь толковательно, ясно, говорит именно о духовной смерти. Это пример такой приводит, что тело-то исцеляется у колдовки-то, а душа оскверняется. И у христиан, когда мы начинаем о войне говорить, наша брань не против плоти, но против духов, злоба поднебесных. Мы должны воевать не с людьми, не телесно их убивать, а брань-то она все равно, мы церковь земная воинствующая. А с кем воевать? С духами, злоба поднебесной. Изгоняются они постом и молитвой, ну и проповедь, конечно. Человек обратился к Христу за его помощью и стал на путь исправления. Если он на этом пути не стоял никогда, или стоял раньше, бывает, выразумляешь, молясь при этом, гневом, безраздражительностью, любовью. Ну а также написано, иных страхом спасайте. Напугать человека, иной раз надо, чтобы вздрогнуть. И тогда дьявол попятится. Еле и вина не повреждайте. Еле это ослабление, а вино это строгость и кривие. То и другое должно быть. Книга Откровений, 12 глава Катерсти. «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железны, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Так, толкование довольно-таки пространное. Берем ступенье, слушаем внимательно. Точнее, с греческого надо привести не младенца мужеского пола, а сына мужа. Так и переведено по-славянски. Здесь не столько указывается пол рожденного, сколько то, что рожден сын мужественной характера. Дева Мария родила в Вифлеемской пещере младенца мужеского пола, сына мужа. Далее цитируется Деяние 22. «Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него». О нем сказал Иоанн Креститель. Иоанн Гелетана, 1 глава 30 стих. «За мною идет муж, который с большой духом встал впереди меня, потому что он был рожден прежде меня». О Христе говорит. Ему сказал Бог Отец Христу. «Ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горчечника». Псалом 2, 7 по 9 стихе. «Ему надлежит спасти все народы жезлом железным. Через свою церковь Христос спасет теперь все народы. Своих слуг епископов он поставил князьями по всей земле». Псалом 44, 17. «Так этот божественный сын, муж, совершил дело спасения на земле. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. Не претерпев никакого вреда от сосуды дракона, сын плечистой девы, искупив человечество от погибели, был восхищен Илеонской горы на облаках, на небо и воссел одесную Бога». Пангриат Марка, 16-19. «Дальнейшее описание апокалиптической жены уже не соответствует тому, что это есть Богородица. Так что здесь имелись только некоторые указания на нее. Точное же соответствие с этим образом жены мы находим в христианской церкви. Жена церковь, словом Божиим и таинствами, рождает чад своих для вечной жизни. Младенцы мужеского пола или сыны мужи – это верные христиане, пришедшие, далее цитируется Ефесянам 4, 12, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Это достигающие зрелого и совершенного возраста в духовной жизни. Это чадо церкви, неослабленные похотями. Это сыны мужи, готовые мужественно претерпеть всякое страдание ради Христа. Такие верные сыны церкви были всегда. Но особо будет необходимо их мужество и свидетельство в тяжелое антихристово время. Этим верным христианам надлежит пасти все народы жезлом железным. Это верные, в кавычках, феотирцы, которым сказано, дам власть над язычниками и будут пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся. Вторая глава, 26-27 стихи. Это духовная власть Христа над народами, осуществляемая ими через церковь, через ее учения, духовную силу и особенно через священном начале. Духовная сила в церкви и ее чад, подобно железному жезлу, сокрушает препятствия, покоряет свое истине и пасет все народы. «И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. Этих своих верных рабов Господь восхищает к себе и престолу своему, то есть к высшим ангельским силам». Это означает, что Господь приближает их к себе, к своей милости и своим ангелам. К этим верным рабам Божьим обращены слова апостола. «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение». Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Когда искушение становится непосильным, то быстро приходит Господь и восхищает от него своих рабов к себе. Это и есть восхищение верных к Богу». Кроме того, святые, живя на земле, бывают восхищены духом в небесной сферы, как мы и читаем об апостолах Павле и Иоанне. Второе послание Коринфянам, 12, 2, откровение 1, 10, 4, 1. «Или как ангел Господень восхитил Филиппа» Иоанне, 8, 39. «Да и всегда душа праведника бывает восхищена от всего мира и живет небесным». Премудрость Соломона, 4 глава, 10, 11 стихи. «Как благоугодивший Богу он возлюблен, и как живший посреди грешников прославлен, приставлен, восхищен, чтобы злоба не изменила разума его или коварство не прельстило души его». «В последний же день все верные чада жены церкви, мужественно противостоящие всем козням лукавого и уже умершие и оставшиеся к тому времени в живых», далее цитата 1 Фессланкийцам, 4, 17. «Восхищены будут на облаках, третенье Господу на воздухе, и так всегда с Господом будут». Аминь. Я хотел сказать, там в начале цитата была, и ты сказал, что «рожден прежде, был прежде меня», ты говоришь, «рожден прежде меня». Там слова «рожден» нету такого, это по тексту библейскому. «Был прежде меня», да. Просто «прежде меня». Что там, «рожден он имел в виду» или он знал что-то больше? Просто не знаем. Ну, да. Я оговорился, наверное, но дальше-то мы читаем. Ему сказал, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Здесь говорится о рождении. А когда Иван говорил, «за мной идет муж, который встал впереди меня, потому что он был прежде меня». Вот. «Был прежде меня». Ну, да, не рожден прежде меня, конечно. Но отец, он к Христу говорил, «ныне я родил тебя». Родил он его от деви Марии, получается, по человеческому и сестру позже. Иван Креститель старше был на полгода его. Поэтому правильнее, да, замечание. «Был прежде меня», как по Божескому, естественно, человеческому, конечно, позднее родился, чем я. Ну, а тут, когда мы читаем, это «ныне родил тебя». То есть, как бы, Господь говорит, обращается к сыну своему. Ну, раз родил, понятно. Мы не знаем по времени, когда это было. И вообще, это все безвременно считается. Так что, слово «рожден» как бы не относится к этому, как по-человечески. Поэтому, ну, тут и не стоит слово «рожден». Ну, ладно, что тут уже понятно? Нет, ну, все, все символы веры это рожденно, не сотворенно, единосущно. То есть, говорится о рождении, если посредством в это вере, мы символ вере это говорим. Только говорим. О том, что был прежде, это понятно, как Бог. Отец одно. Все, все. Мне, по крайней мере, все понятно. Ну, непонятно, задавайте вопрос. Ну, как человек, Ян Креститель не стал бы говорить о рождении. Мы тоже говорим о рождении, ну, не знаю, просто другого слова. Но это не то рождение, о котором мы думаем. Так, еще вопросы. Можно, да? Можно. Вот, интересный такой вопрос. И все-таки, вот интересно, посадим, честно. Тихунов, не перебивай. Тихунов, я тебя отключу сейчас. Я могу сам вообще уйти, если тебе так не нравится. Уходи, раз ты не умеешь себя вести, уходи. Ивин, тебе слово. «И родила младенца мужа склопола, которым держит почти все народы с жезлом железным». то есть, то есть, здесь какой? Здесь церковь, она рождает постоянно, вот в толковании, я на толковании ссылаюсь, церковь непрестанно рождает Христа в лице крещаемых, в них изображаемого, ну, по апостолу, да, до полного возраста Христова, доколе не образится в вас Христос, это понятно, да, вот пока христианин, в нем не отобразится Христос. И понятно, что в церкви постоянно рождается в членах Христос. Вот, это понять можно. Но далее, вот говорится, не упасет жезлом все народы. Вопрос, что это за народы, которые будут нуждаться, чтобы их пасли жезлом железным? То есть, железный жезл, это, ну, понятно, что власть, которая, ну, не ласкает, а наказывает наказанием. Где эти народы, как эти народы будут жить? И, естественно, как мне кажется, что не христиане, не все христиане, которые достигли полного возраста Христова, а сам Христос будет пасти. Вот это вот немножечко, вот здесь у меня есть некогда непонятка. Не понятка. Да, мне тоже, когда ухо резануло, вроде как, палкой железной, даже, мы христиане, можем палкой железной кого-то покорять. Вопрос понятен. Ну, давайте вернемся, вот еще раз прочтем цитату из толкования. Духовная сила в церкви и ее чад, подобно железному жезлу, сокрушает препятствия, покоряет свое истине и пасет все народы. Вот, понятно. то есть, теперь понятно, то есть, под железным, то есть, имеется твердость в истине. А у народов-то какая истина? Ну, они молятся идолам, твари, вместо творца. И я думаю, что здесь... Да, это то есть, Христос, скажем, христианине, вот, он проявляет власть и жезлом железным обращает к Христу, сокрушая идолов и грех сокрушая, и, ну, под идолами грех разумевается и всякая нечистота. Вот, теперь понятно. Ну, еще надо знать из истории идольские капища, стоявшие, буду я разрушенным. Ну, чем, ну, как бы, можно тоже вот железными палками разрушить. Нет, ну, это, Сереж, пойми, это временное явление. Вот, сейчас мы капища, как бы, не имеем, да, идольских. А церковь, она же постоянно во времени пребывает. Вот, мы, как бы, сейчас в том, учении, мы сокрушаем жезлом железным в людях разную нечистоту. И грех, и ересь, и там, у кого грех, у кого ересь, у кого там, еще там, стараемся сокрушить. Именно через нас действует Христос, тот, который должен сокрушить. Вот в чем дело, вот как я понял. Спасибо, Господи. есть такое выражение, владеющий истиной никогда не спорит. Спорят с ним. Он возвещает истину совластию. То есть, это вот и имеется, вот, железная трость, когда, допустим, народы, какие народы, но языческие народы, понятно. Вот. И вот такое пророчество, что и Русь до этого была, князь Ясно-Солнышко, это и они сейчас эти язычники, нео-язычники, вылазят. Но, однако, принято считать, что Русь святая, православная, не языческая. Ну, уж какая православная, это второй вопрос. Так, ну, разобрали железную. Идем дальше. Прекровение 12.6. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Толкование. Дракон, древний змей, хотел пожрать чадо, рождаемое женою церковью. Но Господь восхитил дитя ее, а жена убежала в пустыню. Так как мы имеем здесь знамение, то это бегство может рассматриваться образно. дьявол желает пожрать чад церкви вовлечением их прелесть и суету житейскую. Он готов питать совращаемых им всеми благами мирской жизни. Пустыня это место, лишенное всех средств для существования и всех богатств. пустыня убегает церковь от искушений сатаны. Пустыня это не от мирности церкви. Как Израиль был выведен из Египта и странствовал в пустыне питаемой манной водой чудесно источаем камнем, так и церковь убегает от всякой мирской суеты от житейских благ и всего что предлагает мир. Царство мое не от мира сего говорит Христос. Евангелие Атана 18-36 Не любите мира ни того что в мире. Первое послание Иоанна 2-15 Учат апостол Иоанн. Входя из мира церковь с точки зрения мира оказывается как бы в пустыне но именно там приготовлено было для нее место от Бога. Там в жизни удаленная от мира от греха и разврата от увеселений и зрелищ от безумного времяпровождения от мирской славы богатства и власти там в молитвенном уединении в благочестии в постах и бдениях в трудах в служении ближнему в честном и богом освященном браке в монашеских кельях и пустынях там приготовлена тебе душа возлюбившая Господа место. Не ищи душа мест приготовленных тебе искусителем для твоей погибели но ищи место пустынного уготовленного Богом. Ныне говорят что за жизнь без женщин без вина без табака без мяса без зрелищ кино театра телевизора о душа беги от этих египетских пиршест в пустыню воздержания и смирения там для нее место от Бога чтобы питали ее там возлюбит пустынную пищу которую тебя там будет питать сам Бог там не хлебом одним будет жить человек но всяким словом исходящих из дух божий потому возлюбить чистое словесное молоко дабы от него возрасти вам во спасение 1 Петра 2 2 в этом мире всякий пьющий воду сию пожаждет опять кто будет пить воду которую я дам ему тот не будет жаждать вовек но вода которую я дам ему сделается в нем источником воды текущую жизнь вечную вангелие от ана 4 глава 34 зовет христос то жаждет иди ко мне и пей и я сказал о духе которого имели принять верующие его вангелие от ана 7 глава 39 старайтесь не опищить ленной но о пище пребывающей в жизнь вечную хлеб же который я дам есть плоть моя я отдам за жизнь мира я дущее мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную вангелие от ана 6 глава 27 51 54 вот божественная пища которой он питает свою церковь пустыне где уготовал ей место в этой пустыне нет потоков слов суетной мудрости этого века но есть глаголы вечной жизни вангелии от ана 6 глава 68 словесное молоко слова божия питающего сердца слово божия питающего сердца в этой пустыне нет всевозможных вод услождающих язык и охлаждающих его в жару но есть святая вода есть святая агиасма богоявленская вода освещающая всех охлаждающая душу и охлаждающая ее зной земных невзгод здесь нет благовонных мастей и духов но есть святая мира благоухания духа святого нет жиров уточняющих чрева но есть святой илей мощающий главу и благословляющий человека здесь нет изобилия яст и пяти но есть плоть и кровь бога человека питающие в жизнь вечную взирай душа на таких пустынников как святые Антоний великий Макарий великий Мария египетская и многих других их молитвами додарует тебе Господь силы бежать от мира суеты и греха спасительную пустыню 1260 дней это 42 месяца или 3,5 года царствования антихриста рассверепевший дракон выпущенный перед кончиной века на короткое время творить беспрепятственно свои козни направит в первую очередь все свои силы на борьбу с церковью чтобы пожрать всех чат церковь будет единственным настоящим противником антихриста никакие общественные системы государства финансовые силы никакие учения и другие религии не устоят перед ним только церковь противостанет ему только ее чадо не примут печати но внешне ее победит антихриста 2 фисалонкинцам 2.7 будет взят от среды удерживающих теперь из среды людей церковь убежит в пустыню тогда не будет ни одного христианского государства ни одного помазанного государя не будет действовать ни один храм умолкнет проповедь слова божьего книга моса 8.12 и вот дивное утешение в это страшное время для церкви приготовлено место от бога не найдут больше людей для нее у себя место но найдет бог господь уже уготовал ей место в пустыне уже нашел пещеры и ущелья гор где далекие непроходимые леса где укроются верные и не погибнут и не погибнуть в эти места убежит церковь но чтобы питали ее там как небесная манна питала странствующих пустыне и зельтян как вороны приносили пищу и для пророка у потока харафа так будет господь небесный муж питать свою жену церковь там в этих местах не исчезнет и не нарушится слово божия матфея 5 18 ни одна йота или ни одна черта не придет из закона пока не исполнится все то есть пока не придет христос на землю и не только словесная пища не будет отнята от верных но и таинственная будут пастыри и будут причастники хлеба сего и чаши сей заколи он придет 1 коринфянам 11 26 этим великим испытанием подвергнет господь разумных для испытания их очищения и для убиления к последнему времени книга пророка Даниила 11 35 и тогда придет Христос и воззовет вот зима уже прошла дождь миновал перестал встань возлюбленная моя прекрасная моя выйди голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса покажи мне лицо твое дай мне услышать голос твой сладок и лицо твое приятно книга песней 2 глава 11 и из 13 по 4 тогда воскликнут люди думавшие что нет больше церкви на земле да и ангелы божьи от удивления воскликнут далее цитата кто это восходит от пустыни опираясь на своего возлюбленного кто это восходящий от пустыни как бы столбы дыма окуриваемая мир эфемиамом всякими порошками мироварника книга песней 8 глава 5 и 3 глава 6 как убеленная в страданиях этой страшной годины церковь невеста христова восходит от пустыни опираясь на возлюбленного своего на христа так жена церковь встретит начало весну вечности вопросы книга откровений 12 глава 7 по 9 стихи а на небе война Михаил и ангелы его воевали против дракона и дракон и ангелы его воевали против них но не устояли и не нашлось уже для них места на небе и низвержен был великий дракон древний змей называемые дьяволом и сатаною обольщающий всю вселенную низвержен на землю и ангелы его низвержены ним толкование святой архистратик Михаил имя его в переводе с еврейского то как бог поставлен господа над всеми девятью ангельскими чинами почему они и названы ангелы его во всем священном писании мы видим его во главе ангелов ведущим войну с сатаной и всеми нечистыми силами неизменно господь посылал победу своему верному жителю потому и на иконах архистратик божий михаил изображается попирающим ногами дьявола в левой руке держит зеленую финиковую ветвь а в правой копье с белой хорубью иногда пламенный меч который начертан червленый крест писание представляет архистратига михаила как особого покровителя еврейского народа он помогал в борьбе с ангелом покровителем персидского царства ради еврейского народа книга Даниила 10 глава 13 в борьбе за еврейский народ против ангелов в Персии и Греции ангел явившийся пророку Даниилу говорит и нет никого кто поддерживал бы меня в том кроме Михаила князя вашего пророка Даниила 10 21 князя вашего то есть еврейского тому и сказано пророку Даниилу и восстанет в то время Михаил князь великий стоящий за сынов народа твоего Даниила 12 и Анну же архистратик Михаил представляется борющимся с сатаной обольщающим всю вселенную то есть он покровительствует уже народу Божию из всех народов земли всему роду христианского и холинской по церковному преданию впечатленному в службе архистративу Михаилу в день его 8 ноября он принимал участие во многих ветхозаветных событиях он предводительствовал Израилю во время странствования в пустыне в толпе облачном и умном он явился Иисусу на вину и открыл волю Господа на взятие Иерихона 5 глава 13-16 его сила явилась в уничтожении 185 тысяч воинс ассирийского царя тенахирима тенахирима 4 царств 9 глава 35 стих поражение нечестивого вождя антиохова Илеодора 2 маковейская 15 глава и в ограждении от огня трех святых отроков анани азари и андрей недоступ микрофон азари и масаила брошенных в огненную печь порог Даниил 3 глава 92-95 по воле Божией архистротик перенес пророка Аввакума из Иудеев в Вавилон чтобы дать пищу Даниилу заключенному в очреве со львами порог Даниил 14 глава 33-39 стихи также читаем мы что Михаил Архангел когда говорил к дьяволам споря Моисея в Анфере не смел произносить укоризненного суда но сказал да запретит тебе Господь послание Иуда 1-9 о неоднократном заступничестве архистротика Михаила свидетельствует и история христианской церкви так например явлением Пресвятой Богородицы и архистротика Михаила было остановленного великого Новгорода нашествие монголо-татарских полчищ хана Батыя Малакаламский Потерик о какой же войне повествует здесь святой тайнозритель Иоанн ее можно отнести к первому низвержению дьявола и последовавших за ним ангелов небо смотри стих 4 об этом пишет пророк языки ты был помазанным херувимом чтобы осенять и я поставил тебя на пол ты был на святой горе божией ходил среди огнестых камней то есть ангел ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего так коли не нашлось тебе беззакония и ты согрешил и я низвернул тебя как нечистого с горы божией изгнал тебя херувима синяющий из среды огнестых камней светлых ангелов от красоты твоей возгордилось сердце твое отчиславия твоего ты погубил мудрость твою зато я повергну тебя на царями отдам тебя на позор прок языки 28 глава 4 об этом же говорит и прок исаи как упал ты с неба деница сын зари разбился землю попиравшей народы оговорил в сердце своем зайду на небо выше звезд божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сомне богов на краю севера зайду на высоты облачные буду подобен всевышнему но ты низвержен пад в глубины преисподней прописая 14 глава 12 до 15 и люцифер ангел восстал на бога и произошла на небе война на небе в этом царстве света и мира он дерзнул устроить войну даже сейчас на земле грешные люди и то не желают войны он же уз божественные ангелы с архистратиком Михаилом не потерпели гордости люцифера и низвергли его с его сообщниками из своей среды так началась брань сатаны с богом тьмы со светом начавшись в тот день эта браня кончится в день страшного суда все же это время дьявол богом борется и невидимо для наших плоских очей идет война ангелов светлых ангелами тьмы но в первом же сражении учененном на небе темные силы не устояли и не нашлось уже для них места на небе желающему зайти выше звезд божьих ангелов и вознести престол свой на горе на высотах облачных и быть подобным всевышнему не нашлось уже последнего места на небе архистратигом Михаилом и его небесным воинством он был великий дракон древний зми на землю и ангелы его не свяжены с ним так бывшие на небе оказались под небом на земле и стали цитата эфесянам 6.12 начальствами и властями мироправителями тьмы века сего духами злобы поднебесными вследствие этого страшного падения и недвижения с небом мы находим на первой же странице библии земля же была безвидна и пуста и тьма над е1-2 Андрей Кисарийский пишет что по устроении чувственного мира за гордость и зависть он сатана так низвержен что ему в кавычках верено было прежнее начальство воздушное цианам 6.12 а папе муж апостольский пишет некоторым некоторым из них то есть из прежних божественных позволил владеть и управлять строением земли и поручил начальствовать хорошо но случилось что они ни во что обратили свой чин так бывший подобным светлой утренней звезде стал подобным присмыкающейся по земле твари змею древний змей действительно древний так как свою обольстительную деятельность начал еще прародители рода человеческого и даже еще ранее среди ангельских чинов называемые дьяволом что означает клеветник ибо он Еве клеветал на самого бога а потом всегда клеветал богу на людей в этом считаем книги Иова 1-2 Ария 3-я глава 1-я иначе еще по-еврейски сатана что означает противник противится воле божией спасению людей обольщающей всю вселенную ему недостаток его падение он стремится погубить вместе с собой всю вселенную как Исаия говорит что он вселенную сделал пустыню строк Исаии 14-17 как он этого достигает посредством обольщения насильно покорять себе людей сатане не дано он не может завладеть человеком без свободного согласия на то самого человека поэтому он пускает в ход для борьбы страшный яд обольщения ужаленный сатаной 1-я корейства 15-я 56 и отравленный этим ядом становится достоянием древнего змия поэтому прелесть это самое страшное из всех греховных состояний плодник и убийца могут покаяться крещеный никогда пока не выйдет из этого состояния о грехе прелести можно очень много прочитать в аскетической литературе святых отцов укажем только на такой момент ныне слово прелесть в русском языке стало синонимом слова красота и это не случайно и это не случайно но это непростое изменение значения словом произошедшее с течением времени это имеет глубокие корни отождествление слова красота по словам прелесть свидетельствует об утрате людьми способности к развлечению того что именуется красотой и что именуется прелестью свидетельствует о неспособности различать истинно красивое и безобразное представленное представленное сатаной в виде красивого это неспособность отличать реальность от миража это свидетельство того что люди ныне находятся в страшном состоянии прелести жизнь в боге красота жизнь без бога прелесть вот несколько примеров небо красота коммунизм прелесть на первый взгляд атеисты не предлагают ничего плохого коммунизм вроде красив имеет вид красоты но он таковым не является он прелесть прельщенные картины коммунизма уходят от бога от вечной красоты и навечно гибнут поскольку сатана не может насильно овладеть человеком он вынужден показывать ему нечто похожее на красоту ибо иначе человек сам за ним не пойдет потому и апостол писал боюсь чтобы как змей хитростью своей поглястил еву так и ваши умы не повредились и не унижают потому что сам сатана принимает вид ангела света потому невеликое дело если служители его принимают вид служители правды но конец их будет по делам их второе послание коринфянам 11 глава 3 и 14 15 существует другое понимание значения описываемые здесь крестная победа спасителем над сатаной это осуществление обетования данного бога богом на заре человечества далее цитируется бытие 3 глава 15 стих и сказал господь бог змею вражду положу между тобою и между женою и между семенем твоим и между семенем ее оно будет поражать тебя в голову а ты будешь жалить его в плиту борьба сатаны со христом началась со времени грехопадения одиницы и продолжалась вовсю последующую историю вот рожденный небесным отцом рождается женою 33 года длится решающее стражение завершившееся голгофским крестом телесным очам была видна та брань которую воздвигали иудеи против сына человеческого но одновременно происходила война всех небесных сил против сил преисподней возникает вопрос как могла крестная победа спасителя низвергнуть сатану с его ангелами с неба если они уже были свернуты оттуда сразу после своего грехопадения действительно уже тогда воинство архистратика Михаила свергло сатану с неба но он еще не был лишен определенного доступа туда но наоборот всегда там являлся и клеветал на праведника так клеветал сатана пред господом на праведника Иова книга Иова 1 глава 6 стол по 12 2 глава 1 по 7 во времена израильского царя Ахава было пророку Михею такое видение цитируется 3 царств 2 глава 19 по 22 стихи Господа сидящего на престоле своем и все воинство небесное стояло при нем по правую и по левую руку его и сказал Господь кто склонил бы Ахава чтобы он пошел и пал про мофиг галатском и один говорил так другой говорил иначе и выступил один дух который стал при лице Господа и сказал я склоню его сказал ему Господь чем он сказал я выйду и сделаю из духа живым в устах всех пророков его Господь ты склоняй пойди и сделай так или вот видение пророка Захарии и показал мне Иисуса великого Иерея стоящего перед ангелом Господним и сатану стоящего по правую руку его чтобы противодействовать ему и сказал Господь сатане Господь да запретит тебе сатана да запретит тебе Господь избравший Иерусалим и Иерусалим книга пророка Захария 3 глава 1 и так мы видим что сатана хотя и низверженный с неба все таки имел туда еще определенный доступ со своими ангелами и только крест Христов положил конец этому доступу как и сам Господь сказал я видел сатану спадшего с неба как молнию все даю вам власть наступать на змеи скорпионов и на всю силу вражью Евангелие от руки 5 глава 15-19 стихи здесь мы ясно видим что вся земная жизнь спасителя была одновременно и невидимой брани сатаной и его воинством в результате которой они были низвержены с неба и посрамлены это брани ангелов просматривается и в Евангелии ангел возвещает о рождении Христа Девы Марии в Евангелии от руки 1 глава 26 8 ангелы славословят перед пастухами при рождении Христа в ангеле Луки 2 глава 15-15 после крещения сатана искушает Христа в пустыне а потом ангелы служат Христу от фея 4 глава 1 по 1 христос изгоняет бесов особенно примечатель случай с бесноватыми в генсирийском земле глаза видели только исцеление бесноватых и что стадо свиней ринулось с крутизны в море но тут на самом деле шла невидимая битва бесы испугались что будут прежде времени что прежде времени мучимы и посланы в бездну здесь шла брань в бездну же они были низвернуты на кресте евангелия от матфея 8 глава 28 34 стихи и евангелие от луки 8 глава 26 по 39 или случай когда через петра ко христу подступает сатана евангелие от матфея 16 глава 23 стихи где в семанском саду во время страшных мук укреплял христа ангел евангелие от луки 22 глава 23 так шла война ангелов но вот настал день низвержения прилукавых сил цитируется евангелие от ананда 14 глава 30 стих ибо идет князь мира сего и во мне во христе не имеет ничего не мог сатана заставить христа согрешить и потому ныне суд миру сему ныне князь мира сего изгнан будет вон и когда я вознесен буду от земли на крест и на дефаст всех привлеку к себе евангелие от иоанна 12 глава и для того то и явился сын божий чтобы разрушить дела дьявола первое послание иоанна 3.8 так сатана оказался окончательно поверженным на землю у врага совсем не стало оружия столом 9.7 и ангелов не сохранивших своего достоинства но оставивших свое жилище соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня послание Юда 1.6 небесное воинство кровью Христовой Христом его победила все темные силы ада так крест Христов очистил не только землю но и в известном смысле и небо куда еще имели доступ лукавые силы чтобы обвинять и клеветать на праведность теперь же кровью его умиротворено земное и небесное и среди под главою Христом в плане Колоссянам 1 глава 20 стих и Ефесянам 1 глава 10 стих местом обитания демонов является теперь уже только преисподняя и земля на которой сатана больше не является князем ибо изгнан вон толкование закончено можно задавать вопросы сначала вот по этому стиху кого есть вопросы по прочитанному толкованию их именно вот двоякое толкование что это было давным-давным-давно и второе толкование что это произошло во время страданий господа когда вопрос возникает что хотел пожалуйста Сергей это Роман Фроликов братья а вот ну получается как бы я не услышал такого то что получается что хотя борьба идет между ну как говоря написано как мы читали да вот как говорит книга но все равно эта борьба идет по попущению Божию то есть если бы Бог слава Ему захотел изначально чтобы этой борьбы не было то есть победить сразу дьявола он бы это сделал сразу то есть он просто попускает этой борьбе продолжаться он может дьявола победить любую секунду но как вот он говорит и в притче что плевелы пусть пока еще растут вместе с злаками с добрыми злаками из вот так и получается и дьявол тоже как плевел он растет вместе со злаками вот вот такое получается еще кто желает у меня вопрос возник такой что нам дается два толкования первое что эта война произошла на небе дьявол был свержен на землю земля была безвидна и пустая вот этого дьявола на земле вернут когда творение мира об этом книге бытие читаем второе толкование что он был с неба когда были крестные страдания христоид на будет вон в том числе и с неба и вопрос одно другому не противоречит ли либо тогда изнан либо тогда либо и тогда и тогда получается два толкования принимать некоторых может быть не вмещаться как либо тогда либо тогда или надо понимать так что и так можно понимать правильно и так правильно и не надо как бы делать таких категоричных заявлений так мы то как бы хвалимся что у нас истинное толкование а когда толкование читаешь можно понимать так а можно так а можно это какое же истинное бывает даже и троякое толкование и там по-моему даже и семитолковое даже здорово живешь даже как-то читаешь и разочаровываешься как-то я-то искал истину какое семи правильное или без двух а тут нам хочешь думай так хочешь думай так вопрос такой возникает как же так где где же истинное толкование кто хочет ответить я верю что православное церкви истинное я ничего не не претендую оно все-таки вот такое смущение будет хотя у сигнантов мы знаем я был на их собраниях вместо писания берут ты как думаешь я думаю так а ты как думаешь а я думаю и так а ты а я думаю и так и мы то это как бы порицаем что неправильно оно другому противоречит толкованию зачастую а вот в данном случае нет ли противоречий можно сказать пожалуйста да есть интересная такая лекция у Геннадия Фаста я не помню выставлял здесь или нет то есть там называется так три уровня понимания священного писания вот ну и там как бы он он говорит вообще если углубляться настоящему то может и не три а 33 но просто для нашего как говорится уровня развития ну так все сведено в три уровня иногда бывает даже вот люди спорят как правильно понимать то есть буквально стих понимать другой говорит нет это аллегорически там ну и споры проводят а из этой лекции то есть он говорит то есть первый уровень называется буквально исторический то есть буквально исторический на какие вопросы он отвечает кто сказал когда кем было сказано и кому было сказано и с какой целью ну и приводит такой пример что из писания там когда один книжник подошел к Господу Иисусу Христу ну и говорит ему я пойду можно ли пойти за тобой куда хочешь то есть куда ты туда и я там ну я так смысл передаю на что Господь ответил лисицы имеют норы птицы имеют гнезда а сыну человеческому негде голову преклонить вот ну первый уровень то есть буквально исторический это действительно было так действительно к Господу подошел книжник который действительно захотел пойти с ним вот это буквально исторический второй уровень духовно нравственный то есть отвечает на вопрос чему мы можем научиться из конкретного стиха писания или отрывка то есть о чем говорится и что можно с этого взять то есть из этого отрывка мы можем что взять что Господь был таким аскетом и ничего не имел то есть был странником вот и юноша как бы он не юноша а книжник там говорится что он как бы прочитал он тоже он возгорел желанием быть с Господом там идти ну и третий уровень третий уровень называется таинственно аллегорический вот и к этому стиху он как бы так растолковывает что такое лисицы лисицы это по писанию это грехи человеческие птицы это ну помыслы греховные он говорит лисицы имеют нори то есть грехи имеют нори в теле человеческом помыслы тоже имеют гнезда а Господу нигде голову преклонить то есть для того чтобы Господь стелился в сердце человека нужно избавиться от грехов греховных помыслов как бы бороться с ними вот тогда Господь поселится в сердце забейте послушайте как бы там поконкретнее я так что запомнил то и рассказал поэтому толкование конечно это сложная вещь и нелегко даже вот у нас вот сектанты они да там каждый со своей колокольни толкует а у нас все есть и тоже нелегко то понять и только люди которые десятилетиями занимаются перечитали всех святых отцов там по нескольку раз конечно легче немножко сориентироваться у меня все на мой вопрос кто желает ответить нет ли противоречия если был на небе если взять первое толкование за истину допустим если рассуждать что есть между ними противоречие тогда и на голгофе никакой сатана и повержен не был он уже был повержен раньше с неба верну а здесь протяжка идет он же раньше был свернут почему он на голгофе он с земли как-то свернут нет он остался на земле или понимать что теперь сатана не имеет над нами власти у нас есть власть наступать на силу уравнив покорять все народы истине нет желающих нету здесь противоречия между войной которая была тогда и войной на голгофе или это продолжающая нескончаемая война пока человечество вначале вы останавливались на том что как он жезлом железом пасет все народы так как-то не окончили что все народы а как же так вот есть там мусульман сабудизм он что их пасет а вспомните 17 глава Деяния Апостола 16 об этом говорит тоже люди подходили ко Христу не только иудеи он спорил спорить с ним начали люди которые в Ариапаге остановили его а он говорит видел жертвенник неведомого бога вот этот неведомый бог он у язычников и бог ра в Египте он неведомый но в конечном счете все судьбы в руке у бога и он пасет жертвенном железном когда развратилось все в России интеллигенция пала полностью священство такие вещи перед революцией делали все это описано уже в бурсе помиловского в это время железный посох заговорил и господь буквально размозжил все это эти тройки бессудные миллионы миллионы пошли речь идет не о одном миллионе а минимум только 66 под репрессией попало лишились жизни не поняли раскулачивание не поняли еще один удар война война в первые же дни войны 4,5 миллиона пленных из них только может быть третья часть останется на заводах где-то вот этот вопрос и надо так решать нету того места на земле где бы не властвовала рука господня нужен он останавливает как пришел Нейман а он совсем другой нации другой веры и господь его обращает как через удар поразил его проказой потом приходит маленькая девчонка в плену не молчала сказала у нас есть пророк который исцеляет он с дарами поехал Гиезия не понял решил у него дары взять Неймана жезл коснулся его он тут же покрылся проказой и говорит что проказа не отойдет вовеки от твоего потомства и вот где мы видим сейчас в Израиле в других местах там лепра лепрозорье там очевидно есть и потомки Гиезии теперь коснулось о том нет ли противоречия что там господь сверкнул с неба а теперь во время жизни заканчивая на Голгофе вопрос очень сложный и в то же время он весь подробно объяснен в священном писании как ты пал на землю разбился о нее говорится 14 глава Исаии 28 языки или подробно об этом говорят хотя говорится о царе Кирском но и пиодорит Кирский и они все понимали что речь идет о сатане конкретно о нем а что змея раньше на ногах ходила очевидно на костре когда поджариваешь змею вот мы убивали и гадюку бросишь у ней сзади где как ножки сразу делается выпуклые ну как у камола и коровы где-то и понять что а как так ну простой вопрос Господь воскресший пришел дунул и сказал примите Духа Святого вопрос приняли или не приняли ну ясно дело сказал примите значит приняли а теперь ждите обетованного Духа еще еще пройдет 50 дней пока Дух Святой сойдет так они получили там или нет получили на определенное кому простить и проститься смелости мужества у них ничего не было они так заперто и сидели так и здесь он был неизмерт часть власти осталась и буквально во всей вселенной говорит падше поклонись мне все царства покорны мне да он лжет но в данном случае Господь то увидел и не стал обличать его и не сказал что тебе они не принадлежат принадлежат все эти народы нации а это не 2 и 3 народа а 2896 наций на речи сегодня это конечно больше уже определенно и вот здесь мы должны сказать а что же случилось на Голгофе его связывание этот вопрос на 100% решается неправильно у сектантов баптисты адвентисты евангельской веры христиане там пятидесятники все до одного заблуждаются нет такой секты нет такой ереси которая в этом вопросе не плавала бы в потемках тысячелетие царства а когда оно началось написано и связал его на тысячу лет вот момент связывания надо определить потому что о связывании Библия говорит а о тысячелетии больше нигде не говорит в одном месте 20 глава откровения а разобрать очень просто второзаконие 19.19 говорит если свидетель будет там лгать и будет доказано что лжет на него возложить эту вину если та статья на которую по которой обвиняли была статья на 10 лет значит 10 лет убийство значит ты умер но Христос не сделал никакого греха а дьявол уносит приговор не люди кричали это дьявол раздевал глотки и кричал смерть ему смерть сойди с креста поверим это кричал дьявол через глотки людей говорит Иоанн Глатаус подробно это описывает так что несправедливый приговор впервые в истории мировой смерть наступает а греха нету жало смерти грех а Христос безгрешен един свят един Господь Иисус Христос и теперь это обвинение которое он не мог подтвердить сатана падает на него и вот он здесь сковывается на голгофе а как лишается силы избави нас от лукавого не веди воскушения а что молитва это действует действует до этого Златоуст говорит вся вселенная поклонялась ему а теперь мы видим говорит тысячи городов где прославляется имя Христа он власть имеет только там как вот собака на длинной цепи ты подошел к ней да она сильная она может а зачем ты лез к ней никакой нужды не было и вот об этом и говорил сегодня это место читали ныне князь мира сегоизнан будет вон как изнан связан в 12 главе Евангелия от Матвея говорится там в 8 стих что как кто может войти и расцветить вещи если прежде не свяжет да Христос сходил в преисподние места 1 Петра 4,6 говорит для того и мертвым было благовествуемо сойдя в преисподние места земли да говорил а где связал ныне князь мира сегоизнан будет вон послание к евреям 2,14 говорит так и как дети дети то есть все люди причастны плоти и крови то и он воспринял оное такие же добыть смертью своей лишить силы имеющую державу смерти то есть дьявола смертью смерть поправ и сущим во гробе живой дарва зачем поем он воскрес смертью свою смерть поправ кто владетель князь смерти это дьявол она от него происходит завистью дьявола смерть вошла в мир мы так считаем премудрого завистью дьявола и здесь ну а чего он завидовал написано то это же не надо спрашивать чему это не человек когда златоус сравнивает грешников он сравнивает с язычниками язычники лучше выглядят с сектантами лучше наконец сравнивает с демонами и говорит хуже демонов демон не прелюбодействует не жадный вот теми теми грехами не страдает ну конечно это очень большое говорится удар наносит и здесь связан был да связан лишен силы лишен добыть силы лишить силы имеющего державу смерти держава а где ну вот сын наинской вдовы идут в процессе к мертвому не прикасается а сквернен будет господь этот закон как ни во что ставит он господина мертвого прикоснулся и юноша встал о чем он говорил мы не знаем хотя после этого были подобные события мне отец рассказывал точно так же на поле заметили он один мальчишка без отца лет 14 ему было и он пахал ну один плух там за лошадкой идет как и вот что-то долго нет его соседи увидели один раз он что-то долго отдыхает другой раз а третий раз совсем нет подошли а он в борозде как пахал лег и умер и умер но до этого он матери сказал ко мне приходит женщина она меня учит молиться бога славить очевидно это пресла дева Мария была и когда его в церковь занесли гроб он в это время встал и первое что он начал говорить обречать священников вот и все это очевидно и просто люди которые видели все это рассказывают вот как так он связан или не связан 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 связал узами адского мрака предал блюсти на суд для наказания а там а там его господь с неба сбил но вселенная вся лежала под ним противоречия никакого быть не может как сегодня не веди нас в искушение а вот папа римский и у идеев там написано по другому не допусти не надо значение одно и то же но посеяв смуту недоверия переводу которого мы не достойны как русские повели себя мы не должны даже принимать это и не веди нас в искушение я выставил материал здесь где под занятиями искушение двух родов все остальные какие есть они не вмещают себя ну то там человек причается чем-то дьявол искушает а бог злом не искушается но бог я выставил места эти искушает человека к чем болезнью и гонениями все болезни и гонения это от бога ну бог наслал как сатана поразил но бог допустил сатана только лишь орудие бог бог поразил через кого а вот теперь мы видим через кого и теперь когда мы посмотрим что было в начальный период архангел Михаил боролся сбили его на землю горе живущие на земле к вам сошел дьявол в великой ярости ища кого поглотить а свободно с ним сражались это серафим царуцкий говорит а можно ли вид вид его отвратен в житиях святых мы считаем это непрестанно было иларион со словом приставка великий василий великий только было 17 мужей и вот иларион великий молится ну на какую-то там секунду задумался на молитве как почувствовал кто-то сзади вскочил на него вот как носим ребенка садят идут ударил ногами по бедрам и говорит что овса захотел а иларион себя все время плоть свою называл ослом вот так об этом Григорий сковородай говорит так он за шиворот взялся тонутый пишет она там Евника кто она святая была она его схватила говорит цепь вбила долго дьявола житья святых говорит и бросила в мусорную кучу а как же Иван Новгородский в рукомойнике его запер он гремит а вылезти не может очевидно вода сделалась расплавленной магмой везувия и теперь конек-горбунок он на нем слетал Иван Новгородский храм открылся в Иерусалиме помолился и вернулся а Конан и Саврянин они у него все делали Конан и Саврянин это житие такое они пололи в огороде у него воду носили если кто в городе против Конана говорил демоны хватали его тащили а у него русская печь наверное была и в печь толкали их этих людей но перед смертью он их 30 сосудов запечатал глиняных а люди натолкнулись распечатали когда строили они как вырвались оттуда кей-бопле стояли какой вихрь какие болезни пошли связаны связаны крестным знамением то горшок горшок держит рукомойник держит крестным знаменем а то сегодня такие трансформаторы там пускают лучи перекрестись перед выходом сотвори Иисусову молитву Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня грешного отрекай сатаны всех дел его всех ангелов иди дорога свободная как молния пробила все ну если в твоей жизни ничего подобного не было значит прислушайся как делали святые совершенно выброшены ничего не знают и Господь его ведет мы считаем в житие святого там как юноша один мальчик ему лет 6 было и он вставал и уходил мать неверующая видимо язычная до церкви далековато ну может быть километра 3 а там волки были и мать его в церкви нашла его схватила за волос и потащила ей явился Георгий победоносец и сказал еще раз тронешь смотри и показал ей меч и она махнула рукой ходи куда хочешь вот как поэтому противоречий никаких нету нету и сегодня он власти не имеет той которую имел раньше я вот сегодня только с одним разговаривал с человеком и кажется ну совсем незначительные слова были сказаны а вот теперь я поверил это Бог делает открывает двери все время закончилось то есть он связывается чистой жизнью во Христе да ну и оружием которое христианин облечен то есть крест только так и так далее почему 16 глава 20 стих посланий к римлянам Павел говорит и сокрушит сатану вскоре под ноги ваши и святые прямо там Евгения они прям попирали топтали его это люди видели а вот святого Аверкия мы считаем по другому сатана схватил камень и хотел а камень такой величины наверное как Петр Великий там стоит Петр I в Санкт-Петербурге под ним основание под памятником и летел и люди слышали стон стоял он прямо над стадионом видимо в футбольный матч был стоял и он когда однажды проповедовал сатана взял и камнем ударил по ноге какой уж камень он долго хромал то есть они очевидно это все слышали видели и понимали вот считаем даже это там у памбы было он будет вставай на молитву он говорит да пошел ты я без тебя знаю когда вставать вот считаем мы у русских было так же они строили бревна по реке сплавляли а потом веревками кое-как поднимали туда кверху а дьявол пришел и все вниз сбросил он помолился и заставил они все бревна обратно вытащили в другом месте заходили и дурили ну дом моды они одежду всю смешают порвут и стрепят ее люди приходят и получку получать не за что и наконец он его запечатал и все сегодня тебе дана сила воспользуйся ею а как это так ну вот у меня в прошлом году было вот тут злодеи злодействовали злодейские и вдруг из них самые ярые просят принять его простите меня невероятная вещь что-то другое бы то другое я на корабле был стал увольняться только в это время меня там рубка багерская и боссман зазвал Володя звать я смотрю и не узнаю его он говорит вы помните сидели я учился в мореходке там сидели специальная рубка такая мы же в этот вечер пришли вас убить но жена капитана в это время ни раньше ни позже подошла в ней белье там висело и ни за что то что его бил отец когда-то бил отец бабка жаловалась он решил верующим мстить я попался и он мне подошел и просит прощения мне казалось корабль закачался такой он жестокий был я гляжу у него слезы в глазах что бог сокрушил вот эту победу надо увидеть а это проще а это проще всего сейчас поносить кого-то ты научись чтобы к тебе обращались за помощью не просто люди пойдут на пенсию вообще заниматься нечем они рано умирают с ума сходят сегодня сейчас я позвонил Марьясов попрошу всех там младенец Арсений Арсений только что ну брат тут сидит перед нами авария там была что-то ногу сломала Александр звать я правильно говорю Роман да 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 вот все что вы помолились хороший человек и прочее а помолиться это не просто встал а это вот перед тобой оружие да и не один раз и весь день под завязку занятый а почему сатана сокрушает помолился только уже с телефона звонят стучались говорит в избу там один парень и он больной был и милицию вызвали ничего не могли сделать он тогда вышел там в подъезде стоит и звонит мне а звонит с другого конца говорит Света ничего не можем сделать что делалось помолитесь он только сказал стали молиться я не говорю что по нашей молитве но так показано было он буквально в ту же минуту встал потерявший сознание подошел и дверь открыл это Бог делает и когда ты имеешь такую связь с Богом тебе Писание даже не понимаешь но мысль не подойдет что там есть противоречия никогда а если ты ищешь противоречия я тебе скажу сколько 153 800 сколько сатана наклюкал там слов меньше в новом завете не такой перевод не так сделано выкини с головы эту беду и не по сей сомнения в ком-либо дальше объясняли слово прелесть правильно объясняют прелесть сегодня это как она прелестила меня видом своим а в то же время прелестный юноша и вдруг жития святых святого Пиларета милостивого я считаю и там написано и прелестное убранство было у него и на столе были поданы жареные голуби фазаны голуби а православные нельзя есть так это у святого то нельзя собак держать а где псы под столом едят где столы стоят на крыше что ли писание надо знать и пошли говорит с Рафаилом Тови и собака побежала с ними а то где собака там ангел не будет а то иконы трясутся перед иконами собака в комнате это охрана то есть надо в писании увидеть так или нет вот бывает сейчас я сегодня выборку сделал ну умирает кто-то родственник там особенно родители завещание дает меня ну обязательно чтобы кремировали сожгли в печи и дети выполняют верующие да разве это можно делать Иоанн Затаус говорит лучше бы ты нарушил клятву нежели отсечь голову пророку про ирода говорится и сожжение это всегда был позор пророк стоит и говорит здесь будут сожжены кости лжеп пророков на этом жертвеннике и раскопали могилу достали и сожгли их везде считалось это гневом божьим освещало их сожжены а Иосиф Яков заповедует и в свое тело перенести туда где Сара лежит Макпела поле и там похоронить в землю и вот Московская Патриархия у них там совещание было они пришли к убеждению что кремации православной не должен заниматься а если это делать отпевать его не надо он избрал этот путь он уже в огне был и что интересно поставили какие-то там датчики на человека и когда температура начинает подниматься 750 градусов от него идет болевое ощущение у трупа но почему-то военное большинство в своем кремнируется Жуков маршал Победа а где он нету пепел ну немецкие преступники было главари Нюрнбинский процесс вынесли приговор в этот же день повесили их к утру и сожгли почему раз Путина Григория Пимовича сожгли уже сколько время прошло они его раскопали безбожники коммунисты и сожгли то есть оказать большой позор лжедимитрия точно так же сожгли зарядили пушку и выстрелили а тут сами себе это делают я попутно это сказал так все кончилось расставать спасибо давайте поблагодарим Бога достойно есть таковая стилу вложит и Богородицу пресно блаженную и пренепорочную и Матерь Бога наш честнейшую с миром и славнейшую без сравнения с миром без сравнения Богослова родшую сущую в однородицу величай Олег Отец наш небесный мы просим тебя во имя Господа нашего Иисуса Христа услыши наши мольбы о всех кто заповедовал на молитве о них этого болящего Александра Арсения парализован Астерги Татьяна Анастасия их имена ты знаешь Господи помоги им перенести страдания пошли облегчение если угодно воле твоей святой благодарим тебя за этот вечер если в чем мы погрешили прости нас распусти нас с миром тебе Господи слава за все Отец Сын и Святой Дух Аминь Аминь Игнатий Тихонович а можно на секундочку вас давай мне кажется вы меня неправильно поняли то что я написала в чате я имела ввиду наоборот что сектанты без правильного толкования решили что неправильный перевод этой строки в молитве Отче Наш и потому они стали так молиться а не то что они правильно говорят послушай Ребята а почему ты решила что я отвечал на ваш вопрос впереди было поставлено что папа Римский поставил этот вопрос я вас даже не имел ввиду ну мало ли вдруг нет это папа Римский там выставил кажется Роман Проликов уху а серия Продолжение следует...